Всем привет, мои хорошие! Поболтаем с вами. Немножко вы знаете о моей жизни в инстаграм, но не все там за мной следят. Поэтому расскажу вам здесь. У меня была последняя неделя перед роддомом, и я очень хотела поснимать для вас много классных видео, потому что знаю, что тема беременности и материнства многим интересна. У меня достаточно много мамочек на канале, да, и я знаю, что после родов мне уже будет неактуально и неинтересно снимать эти видео, поэтому я хотела успеть это сделать, но так вышло, что во вторник у меня малыш мой, Семен, заболел, слег с температурой, потом у него еще присоединился кашель. И вот сегодня воскресенье, до сих пор мы болеем, завтра пойдем к врачу, но завтра в понедельник я уже ложусь в роддом. Я не знаю когда, но когда-то, когда-то совсем скоро у меня будет встреча с моим вторым долгожданным малышом, и как раз-таки об этом я хотела поговорить с вами в этом видео, и мне очень хотелось успеть снять его до родов, потому что я прекрасно осознавала, что после родов я уже не смогу сказать то, что скажу вам в этом видео сегодня. Я хочу поговорить с вами о страхах, о страхах материнства, о страхах родов, о том, чего я боюсь больше всего, и о моем внутреннем состоянии. Надеюсь, что вы это видео воспримете нормально, потому что мне им хочется, во-первых, поддержать девчонок, у кого точно такие же чувства, а во-вторых, конечно же, это для себя, чтобы потом пересматривать это видео и понимать, блин, какая я была дурочка, а все на самом деле не так. Меня часто спрашивают и в первую беременность, и во вторую, боюсь ли я родов. Я всегда отвечаю девочкам, что как таковых именно родов я не боюсь, и я не вижу смысла их бояться, потому что лишний раз нагнетать себя, утомлять свою нервную систему, гадать, как же это будет, бояться. Зачем, если это в любом случае будет? Это неизбежно. Ваш ребенок не останется в вашем животе навечно. Вам все равно придется родоразрешиться. Либо естественным путем, либо кесарево сечение, но это все равно произойдет. Нужно думать не об этом, нужно направить свои мысли на положительный исход, нужно настроиться на естественные роды, нужно настроиться на роды без боли, на то, чтобы правильно дышать, на то, чтобы по максимуму не, как сказать, сделать по максимуму все, чтобы ваши роды были естественными, без медикаментов, без эпидуралок, без всего, чтобы это произошло максимально, естественно и натурально. Конечно, я не беру никакие исключения, они всегда бывают. Давайте мы сейчас будем говорить о здоровых женщинах, здоровых малышах, когда роды идут хорошо. Но все мы знаем, что бывают исключения. Операция кесарево сечения, она делается во имя спасения матери, либо ребенка, то есть, чтобы роды закончились максимально хорошо для обоих. У меня же настрой на роды был очень-очень положительный, что в первый раз, что сейчас, потому что я хочу все сделать сама, и максимально без вмешательства каких-либо процедур, докторов и прочее. Первый раз мне, кстати, пророчили все кесарево, потому что у меня был симфизит 10 мм. От 10 мм делается кесарево сечение. Это пограничная величина. И мне пришлось подписывать бумаги о том, что я предупреждена, что если произойдет разрыв лонного сочленения, мне придется полгода лежать со спицами на распорках вот таким вот образом. Но у меня был очень хороший настрой, я знала, что у меня все получится. Чего же тогда я боюсь? У меня очень странное и непонятное ощущение. У меня уже 3 года есть ребенок. Он потрясающий. Как бы с ним иногда не было сложно. Какой бы с ним устается. Он очень упертый. Он все делает назло. Но он невероятно любимый. Я даже не могу это описать. Я каждый раз на него смотрю, я вижу, что он такой большой. У него такие длинные ноги, и длинные руки. У него уже нет вот этих вот складочек при пухлости. Он на самом деле уже мальчик, который все понимает, все говорит, все осознает. У него есть своя точка зрения. И я так его люблю. Мне кажется, меня поймет только мамы. Это неописуемое какое-то чувство, насколько ты любишь своего ребенка. То бы он ни делал, какой бы он ни был, это вот это материнское чувство, которое внутри тебя. И тут ты понимаешь, что в твоем животе растет другой ребенок. И скажу вам честно, несмотря на то, что я читала очень много научных статей о том, что нужно разговаривать с малышами в животике, включать им музыку, нужно с ними общаться, там и прочее. Я все это делала в первую беременность. Я реально с Семочкой разговаривала, там включала ему Моцарта Баха, Бетховена. Ну, на самом деле, я общалась с животиком намного чаще. Вторую беременность у меня, это было очень редко. Либо занятость, либо тебе некогда, либо все свое свободное время ты уделяешь первому малышу. И немножко не можешь понять вот этого момента того, что там есть еще какой-то человек. Я очень долго не осознавала свою беременность. В связи с этим, ну, были разные моменты, не очень приятные во время течения беременности, потому что я очень много работала, стрессовала, я себя не берегла. Не специально, просто потому что я не осознавала этого. И это произошло, наверное, максимально, когда я попала в больницу. Когда, как говорится, знаете, петух в одно место клюнул, я попала в больницу, и я поняла, что я могу вообще, в принципе, потерять ребенка, который у меня есть. и вот тогда я уже начала понимать, сознавать, как-то вот трогать животик, там что-то, давай там посиди еще, уговаривать его, разговаривать, хотя тоже не так много, как с Семеном. И вот сейчас, когда я понимаю, что мне осталось там буквально, может быть, несколько дней, а может быть, неделя до встречи со вторым ребенком, я не знаю, что это будет за чувство. Так, не смейтесь надо мной, я беременна, и у меня гормоны. В общем, я не представляю вот этих вот, я знаю, вы все в один голос напишите мне одно и то же, что ты не делишь любовь, просто любовь растет, и ты одинаково все равно любишь своих детей в любом случае. Я знаю, что у меня будет так же, но это постоянно мысль в моей голове, что как я буду меньше уделять внимание моему Семену, как я буду больше уделять внимание второму малышу, который появится. Я вот этого очень боюсь, и не знаю, как это все сделать правильно. Не знаю, как мое сердце будет разрываться для них обоих. Сейчас я вспомнила сцену, не сцену, а момент жизни, когда Семка родился, и его положили мне на грудь, и любая мама со мной согласится, что это просто невероятные эмоции, это память на всю жизнь. Вот этот момент рождения ребенка, и когда его кладут тебе на грудь, это вообще... Это какие-то космические эмоции. Я сейчас подумала, что мне скоро придется это заново испытать. И очень интересно, какие эмоции будут тогда. Они будут такие же, как в первый раз, или другие. Что ты будешь чувствовать именно во второй раз. Это то же самое, знаете, невозможно лишиться девственности два раза. То есть как бы это в любом случае происходит, один раз, и ты это запоминаешь на всю жизнь. Свои первые роды, своего первого малыша. А вот во второй раз каково оно? Очень интересно. Ладно. Что-то я тут засопливила. Напишите мне внизу, пожалуйста, я знаю, что у меня много мам, у которых далеко не по одному малышу. Каково это? Что вы чувствовали? И отличались ли ваши чувства, и ваши эмоции первый раз и последующие разы? Было ли это по-другому, или это было точно так же эмоционально сильно, и любовь, она одинаковая? Хотя, мне кажется, любовь, она все равно разная. Она может быть одинаково сильная, но каждого ребенка ты любишь по-разному. Ну, мне так кажется. Хотя, не знаю. Я потом расскажу вам. Ну, вот. Это, наверное, мой единственный и самый большой страх того, той неизвестности, которая меня ждет, тех перемен в жизни, которые вот-вот наступят, и тех чувств, которые я буду испытывать ко второму своему малышу. Буду ли я его так сильно любить, как первого? Получится ли у меня? И как вообще-то все будет происходить, я пока что не представляю, если честно. И завтра мне ложиться в роддом, и я так буду скучать по семке опять, потому что самое сложное было, когда я лежала на удержании, это именно то, что его не было рядом, он был где-то там с папой, с бабушками, и я все время думала, что он думает, что я его оставила как-то. Помните, он ко мне приходил и говорил, мамочка, ты меня больше не бросишь? Откуда у маленького ребенка такие мысли? То есть, он думает, что я его оставила и ушла в больницу за другим малышом, и вот у него такие мысли, и мне так от этого было тяжело, вы себе представить не можете. Все, мальчик, мама жалеет. Так, не бросай меня, мама. Не бросай. Я тебя никогда не брошу. Брошай меня, пожалуйста, мама. Зайка, так я же тебя никогда не бросаю. Ты моя нежность. Со всем справимся, это того стоит, и скоро вы, наверное, уже увидите видео с нашей выросшей семьей. Так что, спасибо вам за то, что вы со мной, спасибо вам за понимание. Большинство девочек очень сильно меня поддерживают. Я вам очень благодарна, и всегда читаю все ваши комментарии, возможно, не успеваю вам отвечать, но знаете, что я всегда читаю и всегда благодарю вас за каждое доброе слово, которое вы мне пишете. Я постараюсь отснять все запрашиваемые видео, которые обещала, поэтому оставайтесь на канале, подписывайтесь, не пропускайте видео. Я желаю вам оставаться здоровыми, красивыми и счастливыми. До встречи в новых видео.